Какие не люблю эти вопросы. Такая история классическая, типа, иди в аспирантуру, а потом надо часы отработать. Контракты с Адидасом у некоторых. Какие-то сложные вопросы. При том, что у меня дети, я должна еще быть капитаном женской любительской сборной России. Ой, все по-разному на самом деле. Ну, мне кажется, мой возраст, наверное, ну я 91-го года рождения, в то время мы просто играли во дворе. Ну и многие девчонки, они либо попадали со двора в какую-нибудь команду, типа, в Чертаново, да, в спортшколу, потом в школу Олимпийского резерва, либо каким-то другим способом, может быть, на Кубке Москвы их там заметили и так далее. Но у нас был тогда полностью любительский футбол. И я попала в футбол в 11 лет просто со двора. Была попытка доказать, что я что-то, ну там, не хуже ребят могу играть в футбол. А потом на базе французской школы, там тоже в северо-западном округе, где я родилась, была команда любительская, детский спортивный патриотический центр «Кольчуга». Ну, прогресс-то будет. На самом деле, если почитать программу развития женского футбола, до 2020 года такая имеется в нашей стране. В принципе, есть ряд мер, которые предпринимает несколько там организаций в стране, которые там школы, да, развитие любительского женского футбола, потому что из любителей тоже иногда попадают в проф. Ну и поддержка профессиональных клубов. Но, конечно, безусловно, все упирается в финансовые возможности. Если вспомнить там заработные платы официальной россиянки пару лет назад, 9 тысяч рублей. Понятное дело, что мотивации быть футболистом женщиной не очень много. Есть исключения, ну, типа Карповые, которые играют за рубежом, да, контракты с «Адидасом» у некоторых, наверное, это единственное, за что можно на данный момент зацепиться и рассматривать как профессию. Если говорить про любительский футбол, да, женский, то вообще в России порядка 30 тысяч женщин, играющих в футбол. Из них профессиональный статус имеет порядка 200. И все остальные – это люди, которые вот, пожалуйста, во дворе играют. Ну, для меня, наверное, перспектива развития, ну, так, персональная и по любительскому уровню, это возможность проведения в следующем году чемпионата мира среди женщин формата 8 на 8, именно любителей, да. И с этого года – это попытка организовать чемпионат России 8 на 8. Коль, я увлекалась там футболом, да, с 11 лет, безусловно, нужно было отдать какие-то предпочтения клубу, которые поддерживают. Мои родители почти полным составом болеют за «Спартак». Вот. Я жила в северо-западном округе, поэтому очень многие болеют там за ЦСКА. «Динамо» почему-то я на тот момент вообще не рассматривала как команду. А «Локомотив» мне приглянулся… Ну, во-первых, 2002 год – это чемпионство, это уже команда, которая была на слуху. И в тот период времени нам давали… Ну, это уже 2004 год. Нам давали билеты девчонкам, кто в команде играл, на сборную России на разные матчи. Потому что «Локомотив» построили… Каком мы открыли? В 2004, наверное, и открыли. Чемпионство второе взяли на новом стадионе. Вот. И получилось, это начало сезона, наверное, середина, может быть. Первый мой матч, да, середина сезона – это 14 на стадионе именно. Так болеть я раньше начала. А на стадионе это 14 сентября, получается, 2004 года. Ну, 2014, наверное, да. Это Еврокубок с Ультаваргем домашний матч был. Беретик сохранил, конечно. Я больше к своему делу. В принципе, я пришла в компанию, как она давала у нас в бурс в университете. И видно было, что человек очень болеет своей работой. И мне стало интересно. Мне тоже захотелось заболеть этой профессией. Я, в принципе, пришла преподавание. У меня появилось в моей жизни где-то год 4 назад. У меня тут висит диплом где-то. Я была лучшим выпускником просто РУДЭН. Ну, с этого потока. И когда я заканчивала учиться, меня пригласили уже преподавать на тот момент. Здесь не такая классическая история, типа, иди в аспирантуру, а потом надо часы отработать. Здесь было немножко наоборот. Сначала меня позвали преподавать, а потом позвали в аспирантуру. И, честно говоря, аспирантуру я так и не закончила. Это пока одно из незавершенных дел, которые у меня есть в моей жизни. Но не закончила, потому что что-то пошло не так. И мне не нравилась тема, которую вы выбрали в итоге для моей научной работы. И я решила пока, так скажем, уволиться с возможностью восстановления. Но преподавать я продолжила. И многие задают вопрос, почему я это делаю вообще, зачем это нужно. Понятное дело, что это не финансовая мотивация, это не какой-то бешеный оклад. Это больше возможность, наверное, и социальное желание поделиться знаниями с другими людьми. Потому что их сейчас выпускается на мои специальности рекламный менеджмент порядка ста человек с потока, только из одного вуза. Все эти люди потом попадают на рынок и становятся моими клиентами рано или поздно. И мне хотелось бы, чтобы, конечно, они были достаточно грамотными, образованными. Мы говорили на одном языке. Вторая задача, это, безусловно, кадровая. Я беру регулярно дипломников каждый год, где-то там по шесть человек. И часть из них проходит у меня практику. Но даже не дипломники иногда проходят практику в офисе. Они приезжают, занимаются своими задачами. У них там три месяца формат обучения здесь и работы. И некоторые из них, они остаются здесь, продолжают с нами работать. У меня много тут девчонок из РУДН. Ну и третья, наверное, задача, которую я решаю в рамках преподавания, это обкатка материала. Ну то есть публичное выступление это хорошо, у меня есть определенный навык. Но я учусь, наверное, простыми словами объяснять сложные вещи. Продолжаю учиться, потому что, в принципе, сфера, в которой я занимаюсь, работаю, она достаточно динамично развивается. Мне самой приходится изучать что-то новое, стимулировать себя для того, чтобы рассказывать это другим. Потому что информационные технологии и ребята, студенты, которые ко мне приходят, они могут зачастую, так скажем, разбираться лучше в каких-то приложениях, в каких-то социальных сетях, чем преподаватели, которые к ним приходят читать лекции. И это держит определенный тонус. Ну, рутинная жизнь. Что такое? Видимо, нет кучи еды на столах, ну, какие-то конфеты можешь угощаться. А здесь сидит диджитал-отдел, сидит продакшн-группа с этой стороны и с этой стороны клиентский сервис, который общается с клиентами. Свадебный стол для стажеров, ну, мы называем свадебный, потому что, в общем, как круглый, типа, круглый, круглый. Есть путешествие камеру здесь. Какая скрытка происходит по пункту автоматизации? На самом деле, ну, мне кажется, что не имеет смысла выделять гендер в понятии счастья, потому что счастье есть синергия всех составляющих жизни. Для кого-то это может быть работа плюс хобби, для кого-то это может быть семья, работа, хобби. Безусловно, семья, ну, для каждого человека, на мой взгляд, играет важную роль. Да, и, наверное, немаловажно, чтобы члены семьи поддерживали все те начинания, которые человек старается, наверное, сделать в своей жизни. Это и хобби, и работа. И в некоторых моментах это счастье достигается как раз-таки только при поддержке близких и любимых людей, когда они, может быть, даже жертвуя чем-то, да, каким-то своим общением, не знаю, совместным проведенным временем вместе, да, жертвуют ради того, чтобы на каком-то отрезке времени человек проинвестировал свое время в другие компоненты, как у меня было когда-то с работой. Ну, действительно, на первых порах приходилось работать очень много, чтобы быстро получить результат, быстро получить карьерный рост. Не могу сказать, что я сейчас мало работаю, график тоже примерно такой же, может быть, и остался. Это специфика просто отрасли, да, это специфика бизнеса и проектной работы. Ну, могу сказать, что я рада, что меня окружают люди. Это касается и семьи, и ближайших друзей, которые поддерживают все то, что я делаю, и готовы всегда прибежать с помощью какой-то, с советом, не знаю, элементарным подбадриванием. И, на мой взгляд, человек может достигать каких-то новых высот в любой сфере своей жизни только тогда, когда в него верят окружающие люди. Если есть эта вера, то у человека есть определенная подпитка, и у него есть силы и крылья для того, чтобы совершать что-то новое, совершать какие-то победы. Так, 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 теперь можно сказать все, что хочу. Конечно, говори. На самом деле... Ты же последние дни работаешь? Пока еще нет. На число смотрим. Нет, на самом деле очень руководитель, очень ответственный. Очень всегда болеет за свою команду. И профессиональный, всегда подскажет, всегда поможет, вот, и скрупулезный, всегда найдет, докопается до конца, да, истинный. В общем, очень приятно работать. Как я не люблю эти вопросы. Ну, наверное, так же руководителем. Но при этом я еще... Нет, не знаю, сложно, подожди. Сейчас скажу. Короче, по всем фронтам должен произойти какой-то апгрейд. Ну, то есть уже дети должны бегать. Желательно, ну, уже подросшие. Уже подчиненных в сто пятьсот раз больше. И при том, что у меня дети, я должна еще быть капитаном женской любительской сборной России. Ну, не знаю больше. Ну, мне кажется, в общем, все свои грани жизни я просто буду улучшать в них дальше, продолжать развиваться. Не думаю, что я резко сменю профессию и пойду, не знаю, набивать татуировки кому-то. Хотя у меня есть знакомые с таким примером жизни. Я думаю, что я буду продолжать работать в той же сфере, скорее всего, в той же компании. Буду, ну, как бы устраивать свою семью и продолжать играть в футбол в любом случае, чтобы не произошло.